Всем привет друзья, с вами Чавис и в сегодняшнем видео я бы хотел пообсуждать контейнеры, их плюсы, их недоработки и вообще в принципе как бы я их хотел видеть. Начну с небольшой истории, когда эти контейнеры появились, они сыпались просто невероятно в большом количестве и плюс еще их было помимо платинового, золотого и серебряного еще бронзовые и стальные контейнеры и в целом этих жетонок падало просто невероятное количество. У меня скопилось с тех пор мало того, что еще по оставалось куча контейнеров и этих жетонов еще я не знаю на два года вперед и потом решили они их немножко переделать, они убрали бронзовые и стальные контейнеры, чтобы сделать вроде бы как их поменьше и чтобы они были немножко поинтереснее. В целом задумка была правильная, их сделали так, чтобы их не так было легко добыть, то есть платиновые контейнеры сейчас реально попадаются очень редко, а раньше они падали просто, я не знаю, через бой, ну по крайней мере если это хороший более или менее бой был. Кстати говоря, скажите кто часто играет в столкновении, сейчас они все так же в столкновении падают частенько или все таки это немножко тоже исправили. Так вот, и плюс они изменили награды немножко, которые в этих контейнерах появляются, теперь они немножко другие и что самое наверное вкусное в платиновые контейнеры добавили теперь еще и премиум статусы. Я решил пооткрывать мои золотые контейнеры, немножко серебряных и поанализировать вообще что из них выпадает, посмотреть как это все сейчас происходит, что в них интересного, не интересного и собственно выявил несколько косячков. Начнем наверное с этих косяков, ну во первых когда ты наводишь на любой в общем-то контейнер, там написано в описании, что даже из серебряного контейнера могут выпасть премиум статусы, также из золотого и из платинового, но по факту хрен там, кроме как в платиновом контейнере премиум статус нигде не падает. Далее, там написано то, что из любых контейнеров выпадают, могут выпасть, в принципе не могут, а выпадут ускорители и жетоны. То есть жетоны это те, которые вставляются на один бой, работают ровно один бой, а ускорители это которые вставляются в ячейки, которые у нас всего две и действует ограниченное количество времени, там либо 12 часов, там либо может сутки, в общем они разные. Вот, и в итоге, что я выяснил, что с этим тоже проблемка, то есть в золотых контейнерах, вот сколько я их открыл, ускорителей, золотых ускорителей нету в принципе. Вопрос второй, какого хрена в золотых контейнерах появляются серебряные жетоны? То есть серебряные жетоны, точнее ускорители, сами по себе ускорители есть вообще, ну платиновых у меня не было, чтобы их пооткрывать, но вот на примере золотых, то есть я сколько их открыл, ускорители, именно ускорители, они есть только серебряные, это во-первых, которые причем попадаются даже в платиновых контейнерах. Какого хрена у меня в платиновом контейнере попадаются серебряные жетоны? Так вот, мало того, что и ускорители сейчас есть только на общую репутацию и на репутацию, мне не попался ни один ускоритель именно на кредиты. Хотя у меня целая куча скопилась с тех времен ускорителей, которые сразу, то есть хорошие большие ускорители, которые давали и на общую репутацию сразу, и на обычную репутацию, и на кредиты, и даже на прокачку экипажа, и причем они были, как в общем-то и должно быть, и золотые, и серебряные, и бронзовые, и стальные были. То есть одинаково. А сейчас получается, что золотые есть только жетоны, ускорителей нету, ускорители есть, они только серебряные, даже неважно какой ты открываешь контейнер, и это как бы небольшой вопросец, что за хренотень. Ну а теперь я бы хотел поделиться мыслями, как я бы хотел видеть эти контейнеры и что в них вообще должно быть. Кстати говоря, вы тоже в комментариях можете написать какие-то идеи, мало ли, может быть, эта информация до кого-то нужно дойдет. Так вот, в принципе, я бы, во-первых, что такое вообще сами по себе контейнеры, в чем их фишка? Мне кажется, ну, очевидно, что любые контейнеры в любых играх, и главная фишка это заинтересовать тем, что будет внутри. То есть вам какая-то рандомная вещь выпадает, и эта рандомная вещь может быть такой, может быть такой, а может быть вот такой вот охренительной. У нас этого нету. То есть у нас единственный контейнер, который ты реально, когда открываешь, ждешь что-то увидеть, что-то интересного, это платиновый контейнер, потому что это единственный контейнер, в котором могут премиум статусы выпадать. Причем там могут на неделю, а могут вообще на месяц. С остальными контейнерами такого не происходит. Серебряные и золотые контейнеры ты открываешь, ну, просто ты их открываешь, и тебе по большому счету даже смотреть не надо, что там выпало, потому что там точно выпадет свободка, там точно выпадут какие-то кредиты какое-то количество, и жетончики, может быть, серебряные ускорители. Все, вариаций никаких нету. То есть по большому счету какого-то такого ожидания, то есть, ну, сама по себе анимация, которая сделана при открытии, она офигенная, но результат ожидания того, что там выйдет, потом не оправдывается. Как бы у тебя появляются жетончики, ты их такой окей, они там упали тебе в инвентарь, и все. То есть должен быть какой-то интерес при открытии этих жетонов. То есть, во-первых, естественно, как я уже говорил, не должно быть такого, что ты открываешь золотой контейнер, а там какие-то серебряные жетоны. И, собственно, жетоны должны быть, ускорители должны быть как золотые, так и серебряные, так и платиновые. И, собственно, почему пропали ускорители на кредиты, мне вообще непонятно. Вот, это первое. Что можно было бы добавить в эти контейнеры? Блин, да на самом деле там вариантов целая куча. Я до сих пор не понимаю, почему не могли добавить, например, камуфляжи. Это просто камуфляжи. Причем, вообще, по большому счету, можно сделать так. Можно, либо, например, те же камуфляжи, можно добавлять вообще, например, камуфляж может попасться и в серебряном, и в платиновом контейнере. Но, соответственно, в серебряном контейнере тебе он попадется там на 7 дней, а в платиновом может попасться там на месяц. Ну, окей, там навсегда он не попадается, к примеру. Хотя, с другой стороны, можно было бы там в очень редком случае и навсегда, например, чтобы попадался камуфляж. Потому что, в чем проблема? Я не понимаю, камуфляжи, они одинаковые для любых танков. Ты те же самые камуфляжи ставишь абсолютно на любой танк. Почему бы не сделать так, чтобы была возможность выиграть вот в этих контейнерах камуфляж? Который длился бы там на разный период времени, на неделю, на месяц, там навсегда, может быть, даже. Либо, например, можно сделать так, что в серебряных выпадают, например, камуфляжи разного срока, там, может, на неделю, на день. Например, в золотых контейнерах уже можно выиграть, например, прем дни, там, один день, там, может быть, там, неделю, в конце концов. В платиновом контейнере, например, уже могут выпадать и может выпадать и голдишка. То есть ну реально там 100-200 голдишки, они экономику вообще никак не поломают, плюс соответственно сделать такой шанс, чтобы это не было прям так часто, и в итоге мы получаем интересное открытие контейнеров с интересными плюхами. Понятное дело, что кто-то скажет, что в игре хватает других проблем, но эти контейнеры существуют уже давненько, их в общем-то я думаю до ума довести это не так много вообще времени надо и сил, поэтому там чуть-чуть переделать, там награды подшаманить, и тогда это хотя бы еще один какой-то элемент игры у нас будет до конца доделанный и работать будет нормально. В общем как-то так, если вам мысль понравилась, то не забывайте ставить лайки, естественно подписывайтесь на мой канал, группу вконтакте, в дискорд, в общем все ссылки под видео будут в описании, всем удачи, пока!